Начинаем утро где? Правильно, на кладбище! Вчера нам рассказывали, что рапануицы еще каких-то 700 лет назад имели обычай кремировать своих родственников. Со временем, чем больше сюда приезжало людей из континента и также европейцев, тем больше стали поддерживать традицию захоронения в земле. Однако есть нюанс. Каждый хочет лежать рядом со своим родственником. Поэтому, как видите, могилки стоят очень и очень часто, буквально одна к другой. Иногда в одной могиле может быть захоронено сразу два человека. В какой-то момент правительство острова осознало, что сюда больше не вмещается народ и надо делать другое кладбище. Это вызвало сильное недовольство в массах, потому что каждый по-прежнему хочет лежать рядом со своими родственниками. Но это место явно уже перегружено. Поэтому кладбище сделали в другом месте. Теперь всех отправляют туда. А еще очень активно стараются возобновить традицию кремации. Как вы понимаете, остров маленький. Количество земли тут ограничено. И люди уже сейчас осознают, что если будет продолжаться в таком же духе, тут раз в месяц примерно смертность. То есть кто-то умирает раз в месяц. А земли и количество ограниченное, то людей будет через много лет, конечно, но негде хоронить. Поэтому пытаются вернуть историю с кремацией. Но местное население пока уже достаточно отвыкло от этого, поэтому соглашаться не собирается. Так, ребят, мы с вами пришли к, наверное, последнему пункту интереса, который называется Тахаи. Это также несколько монументов, которые стоят у самого побережья Тихого океана. Знаете, вчера, когда я ездила на экскурсию, мне пришла в голову одна занятная вещь. Неважно, где ты живешь. Посреди Тихого океана, в деревне, где-то глубоко в России. Или, может быть, в самом центре Ильи Нойса, в самом центре Америки. Смысл в том, что тебе все равно надо придумывать себе занятия и развлечения. 700 лет назад люди развлекались тем, что из камня выдалбливали вот эти гигантские статуи. Возгружали их на разные места, которые считались святыми или важными внутри своего острова. И теперь, спустя кучу времени, мы проезжаем на это смотреть. А другие люди развлекали себя животноводством, например. Опять же, в Центральной России где-то активно развивалось сельское хозяйство, выращивание кукурузы, овса, арбузов нет, если они там, конечно, растут. Кстати, тут арбузы растут вот такие. В принципе, неважно, чем ты занимаешься. Важно, что ты находишь себе занятия. И у кого-то это может быть как смысл жизни, знаете. В каком-то смысле эти статуи могли быть религиозными. Мы не знаем доподлинно. Соответственно, люди верили, что в них заключается какая-то великая сила. И поэтому стремились сделать их как можно лучше. Другие же делают это для того, чтобы набить его желудок, как, например, развитие сельского хозяйства, как готовка для некоторых или поедание, в принципе. Так что на другом конце света мне пришла в голову мысль, что жизнь-то наша, она часто не заключает в себе смысл. И мы не ищем его, а мы просто выбираем что-то и решаем, вот это будет моим смыслом. Пришла такая довольная двойка, классно. Одна, похоже, кроме меня, было еще только два человека. И тут высадили толпу китайских туристов. А, это первый мой с глазами, которого мы с вами встретили. Единственное, мне кажется, он восстановленный, и я не уверена, что глаза натуральные. В оригинале рапануицы делали глаза статуи из ракушек, которые отражают лунный свет. Поэтому по ночам можно было испугаться немножко. Еще одна вещь, которую я с сожалению поняла, это то, что истуканы на острове Пасхи, это ненадолго. Как бы ни казалось, что они сделаны из камня, этот спрессованный вулканический пепел, на самом деле, не такой крепкий, как кажется. И я понимаю, на наш век, наверное, их хватит. Но не факт, что наши правнуки уже смогут увидеть их, потому что они настолько хрупкие, что очень легко разрушаются под воздействием внешних температур, под воздействием как воды, так и соли, так и ветра. И плюс еще люди, которые то и дело пытаются на них скарабкаться, также доставляют неприятности. Так что хорошо, что статуи сейчас оградили и за ними следят. И я надеюсь, с помощью ЮНЕСКО их удастся сохранить на долгое время. Еще тут очень много собак. Да, дружочек? Я вам тут говорила, что в мире больше хорошего, чем плохого. И вчера меня пронзила мысль. Я пришла вечером, поздно, но хозяйка еще не спала. И мы с ней проболтали до двух часов ночи. Просто о жизни, о ней, обо мне, о России, о Чиле, об острове Пасхи. Обсудили очень много вещей. И я ушла просто спать, переполненная прекрасными эмоциями, позитивом, мыслями о том, какие же чудесные люди мне встречаются на пути. И я стала перебирать в голове всех тех прекрасных людей, которых я уже встретила. И знаете что? Я поняла, что я не встретила ни одного плохого человека. Ни одного. Мне ни разу не попадался кто-то, кто бы хотел меня обмануть, я не знаю, обокрасть, убить, ограбить, что угодно. Мне попадались только очень добрые, хорошие люди, которые отдавали мне так много своей энергии, что мне даже как будто неудобно перед целым миром за то, что я все беру, беру, беру. И я как-то читала это у одной девочки, которая совершила кругосветку. Она сказала, что после того, как она вернулась, она захотела стать врачом, потому что ей казалось, что она взяла у мира взаимы так много доброты, что ей надо отдать обратно что-то, чтобы помочь кому-то, кто в этом нуждается. И я как будто чувствую это на своей шкуре. Мне хочется выбрать какое-то занятие дальше, которое будет полезно, которое будет помогать людям. Но я не доктор, точно, по складу ума и по способностям к химии. И вчера мне пришло в голову, что доктора лечат тело, а тургиды лечат душу. Путешественники все, они в поисках чего-то, в поисках новых эмоций, приключений, в поисках иногда самих себя. И то количество благодарности, которое слышит гид, наверняка меньше, чем врачи. Но, тем не менее, покидая вчера автобус, каждый человек говорил гиду много теплых слов и большие благодарности за тот день, который он провел с нами, за все, что рассказал. И я подумала, что это все-таки классная работа. И я ушла от мысли про добрых людей. Их не то, что больше. Это все, это все мы. Когда мы уже перестанем бояться друг друга и станем с полным сердцем относиться к каждому незнакомцу на улице. Ну вот, дождалась, пока все уйдут. Можно насладиться видом. Наш мир так быстро меняется. Сейчас сложно поверить, что когда-то можно было взять и забраться на эти статуи хоть наверх. Вчера гид бесстыжо совершенно рассказывал в каменоломне о том, что, представьте, всего в 2007 году я стоял вот на этой самой статуе и курил. И все такие, типа, это то, о чем следует говорить туристам? Звучит что-то не очень. Я к тому, что, когда открывают что-то новое в плане истории, просто лучшее, что мы можем сделать, это купить билеты на первый самолет и срочно туда полететь и смотреть. Потому что неизвестно, что с этим местом будет спустя какое-то время. И, может быть, мы условно не будем иметь доступа, как сейчас, и только так, очень издалека смотреть на эти достопримечательности. Я не говорю трогать, я не хочу их разрушать. Я заинтересована в том, чтобы они сохранились как можно дольше и как можно больше людей их увидело. Но мне определенно хотелось бы взглянуть на них поближе, но тут надо держать дистанцию. Раньше рапануйцы верили, что если нарушить закон, тебя покарает бог. Бог местный называется Маки-Маки. И хотя прошло уже много лет, мне очень нравится, как современные рапануйцы используют Маки-Маки в качестве предостережения. И, например, на какой-нибудь табличке может быть написано, что сюда не заходить, покарает Маки-Маки. Поскольку у меня Маки-Маки ассоциируется с суши, я сразу представляю, что тебе принесут не свежего тунца в ассорти роллов, и тебе придется его есть. Вот это вот моя казнь Маки-Маки. Ну, по-моему, изощренная. Да. Съесть протухшего тунца. Нет, такое себе. Хотя где тут найдешь протухшего тунца? Тут, блин, тунец свежайший. Вчера видела тунца 19 килограмм. Брат хозяйки выловил. Так, ну ладно, последний взгляд на истуканов муай, и пойдемте искать черепах. Несколько лет назад на остров Пасхи из французской Полинезии приплыли пять черепах. Сейчас их уже 22. Уже несколько дней я безусмешно пытаюсь их найти, но, может, сегодня мне повезет. Короче, в сухом остатке. Жизнь бессмысленна, и смысл придаем ей мы. Тем, чем мы ее решаем наполнить. Соответственно, любите то, что делаете, и будет вам счастливая жизнь. Можно, конечно, убиться головой к стену. Это сознание того, что все это не имеет никакого глобального смысла. А можно принять это с достоинством и счастливо прожить тот короткий срок, что нам отведен, занимаясь тем, что нам нравится и тем, что нам хочется. Поэтому в погоне за денежками избывайте о том, что вам нравится. И делайте, что вам хочется. Все мы уйдем в безызвестность, останутся только некоторые люди и некоторые имена. Даже не люди, имена. И вот знаете, можно быть смотрителем маяка. А я хочу быть маяком. Всегда хотела. На удивление, черепахи выбрали себе самое популярное место на острове, собственно, в центре города, на набережной. Хотя могли выбрать абсолютно любое другое, где нет ни одного человека. И в этот раз удача мне сопутствовала. Мне удалось видеть сразу нескольких черепах, которые подплыли близко-близко к берегу. И это было мое первое соприкосновение с черепахами в дикой природе. Поэтому я просто езжала от восторга. На острове Пасхи я читала, что острый рекомендует попробовать пирожок с морепродуктами. Собственно, такой я и взяла. До вкуса добавили сыр и томат. Мне очень нравится, отлично. Стоит такой пирожок 350 рублей. И это, пожалуй, самая дешевая еда на острове. Блин, ребят, не могу. Это реально божественно вкусно. Просто очень вкусно. Короче, я была в таком восторге, что подумала, вечером приеду поздно, есть будет нечего. Так что взяла себе еще один пирожок, только на этот раз с тунцом. А вот, ребят, на мотоцикле. Ложить куда-то забирают. Ребят, иду, и что-то прям плакать от восхищения хочется. От того, как мне нравится эта размеренная, неторопливая жизнь местных жителей. И думаю, какая же я счастливая. Это такой далекий островок, затерянный в Тихом океане. И так мало людей здесь было. Президент Чили тут не был, а я была. Президент Чили не доехал до Рапануэ, а я здесь. И, наверное, еще кое-что хочется сказать в заключении. Когда летишь на такой далекий маленький островок, меньше всего ожидаешь, что тут будет так, как ты привык. Супермаркеты. Ну, не такие большие, но хотя бы маленький остров же маленький. Оплата картой. Пепси-кола. Или кофе с собой. Но этот остров потерял свою самобытность абсолютно. И тут полностью европейская культура. Возможно, от того, что европейские туристы сюда часто приезжают отдыхать. И для них, собственно, и сделали все удобства. Так что, если говорить о каких-то внешних проявлениях культуры, то тут никакой самобытности вы не найдете. Но тут есть нечто большее. Тут есть люди. И эти люди совсем другую жизнь живут в отличие от нас. Они такие неспешные. Они такие улыбчивые. Такие открытые. Они как будто не видели зла в этом мире, потому что тут нет, как я говорила, преступлений, ничего такого. И поэтому они к каждому относятся с такой открытой душой, что вот внутри как будто у них ребенок сидит, знаете, который добрый, ко всем такой наивный. И этот так подкупает. Я говорила, что сильные люди улыбаются во все 32 зуба, как будто ты тот самый человек, которого они рады видеть. А здесь к тебе относятся как к дорогому гостю. Каждый предлагает какую-то совместную активность. Причем они сразу оговариваются, типа, это бесплатно, бесплатно. Хочешь, дадим маску с трубкой? Поплаваешь на черепашек, посмотришь, а ты что-то на берегу стоишь на них смотришь? Люди останавливаются на улицах и предлагают тебя подвезти, потому что я живу далековато. Всем бы такого отношения к себе, как к вам относятся люди на острове Пасхи. Вот таким мы с вами запомним остров Пасхи. И стуканы в самых неожиданных местах. Эх, самолет уже ждет, чтобы мчать меня обратно. Сейчас за три минуты все контроли пройдены. Ожидать можно снаружи, на улочке, с теплым воздухом или внутри с кондиционером. Вчера на экскурсии я познакомилась с парой американцев. Они тоже путешествуют по миру очень-очень много и очень активно. И сейчас они меня заметили, позвали, и мы сидели сейчас в ожидании посадки. И так мило поболтали. Прям это путешествие дарит какое-то невероятное количество людей, знакомств. Очень рада. Я прибыла в аэропорт Сантьяго. Все должно было быть хорошо. Хозяин апартаментов должен был скинуть всю информацию по WhatsApp или в Airbnb. Он мне скинул только часть. Это раз. Второе. Далеко не все загрузилось. В общем, в аэропорту Сантьяго интернет ловит только в супер особенных местах. Соответственно, мне не удалось поймать сеть. И мне пришлось ходить и просто приставать в кафе к людям. И в итоге у них тоже не было Wi-Fi. И мне просто сам человек какой-то, который был на кассе, сжалился, дал Wi-Fi. Вот я наконец получила данные о том, как же мне добраться до апартов. Едем. Ну как едем? Вначале идем, потом едем, потом снова идем. Но во второй раз легче. Я теперь хотя бы знаю, где останавливаются автобусы. Вот на такой пресловутой уверенности все и рушится. В прошлый раз я прилетела в терминал международный. А сейчас в домашний. Они стоят напротив друг друга. Соответственно, в прошлый раз мне надо было проделать большую прогулку. А в этот раз достаточно было выйти, повернуть направо. И я была бы на месте. Но я же этого не знаю. Поэтому я как дурочка просто прошагала кучу-кучу времени не в ту сторону. Пришла и осознала, что я не там. Иду обратно. Решила с горя съесть импоняда с тунцом. Пирожок, как вы помните. И представляете, холодный он далеко не такой вкусный. После расслабления в плане безопасности на острове Пасхи будет снова немножечко жим-жим. Потому что останавливаюсь я прямо около автобусного терминала. И он же, собственно, там же рядом, железнодорожная станция. Во всех отзывах было написано, что район небезопасный. Что в доме тоже как-то так. Так себе. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Потому что других вариантов нет, ребят. Сейчас, в принципе, самое главное найти автобус, спокойно добраться до апартаментов и лечь спать. И это прям задача номер один. Время уже полодиннадцатого. Ой, не знаю, когда я доберусь. Ребята, короче, не так страшный черт, как его молюют. Не знаю, почему рассказывали, что район неблагоприятный и все такое. Освещенные улицы, куча народу, куча всяких кафешек, заведений. Я напрасно переживала, что будет нечего поесть в это время. А еще мне сделали апгрейд номера. Смотрите, какой вид. Меня поселили на 28 этаже. Весь город как на ладони. Ну, на сегодня это все. Я прыгаю спать. А вам желаю хорошего дня. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok